Ненецкий округ не может насытиться медицинскими кадрами. Кадровый голод особенно ощутим на периферии. Не помогает даже программа «Земский доктор», которая призвана привлечь медиков на работу в сельскую глубинку. На компенсационную выплату в бюджете Ненецкого округа на 2017 год предусмотрено 2 миллиона рублей, в федеральном – 3 миллиона. За счет этих средств предполагается привлечь врачей для работы в амбулаториях Нельминоноса, Харуты, участковых больниц в Харивере, в Великовисочном и Нижней Пёше. Поиск врачей ведут по всей стране, но пока безрезультатно. В Пёшском сельсовете проблема стоит особенно остро. Об этом на оперативном совещании при губернаторе рассказала глава муниципалитета Галина Смирнова. Больной вопрос назрел в Пёшском сельсовете. Пустуют три медицинские ставки. Работники здравоохранения нужны как в центре муниципального образования в Нижней Пёше, так и за его пределами в деревне Белушье. Нет желающих. К сожалению, и я тоже через своих знакомых тоже подключилась ищем, но пока вот... Сложно, да? Никого тут уговорить не можем. Работу ведем каждый день, но сложно найти. Ага. Вот, Игорь Владимирович, и в общероссийских сетях разместили, да? Да, да, да. Проблема. Даже миллионы привлекают. Даже миллионы привлекают. Напомню, при переезде в село медработник получает один миллион рублей в рамках программы «Земский доктор». Потратить его можно на свое усмотрение. Сегодня вакансия медработников Белушье висит и на Всероссийской бирже труда, но пока безрезультатно. В Белушье проживают несколько десятков человек. Основным направлением деятельности местных жителей по сей день остается рыболовство. В деревне официально зарегистрировано пять рыбаков. Есть проблемы в Бугрино. Глава поселения жалуется на отсутствие в магазине продуктов, в частности, овощей и молочки. По словам Натальи Кордаковой, вопрос с отправкой груза на Колгуев решается. От других комментариев председатель Совета Неницкой потребкооперации отказалась, отметив, что борт на Колгуев стоит порядка 500 тысяч рублей. Понятно, что по овощам и по скоропорчатой продукции есть определенные сложности. И авиадоставка, особенно вертолетная доставка, она необычайно дорога. Это вы знаете. Но что касается малышной продукции, слушайте, ну давайте организовывайте, значит, малые формы хозяйственного у себя на местах. Ну по молочке-то есть же эти механизмы. У вас есть люди, которые сегодня без работы в силу той или иной причины. Давайте как-то будем их сподвигать. Ведь в Антиге же получилось, в Неси же получилось. Надо, значит, давайте поработаем по островной территории, давайте отработаем, значит, будем завозить корма. Анатолий Петрович, реально это, нет? Реально, но работы много. Надо работать. Я понимаю, что надо работать, абсолютно верно. Проще сидеть здесь и говорить, что давайте вертолет мне отправьте, пожалуйста, с продуктами, у нас нет скоропорта. Давайте будем работать, коллеги. Ну, нет другого пути. Игорь Кошин настоятельно порекомендовал главе Бугрюно включиться в эту работу и найти людей, которые начнут развивать малое хозяйство на острове. При желании сделать можно всё, подытожил губернатор. Особенно пристальное внимание главы региона к долгостроям населем. 15 марта состоялась большая встреча администрации Заполярного района с представителями компании-подрядчиком. Итогом стала договорённость о том, что компания ЛЕРО через неделю предоставит Заполярному району подробный график с выполнением всех оставшихся работ по школе в посёлке Красное. Посмотрим, что они решат. Цель им была поставлена, насколько это возможно, это они сейчас определят, чтобы к 1 июля свою часть работ сделать, чтобы дать возможность два месяца отработать департаменту для запуска 1 сентября. Насколько это реально, посмотрим по полученному графику. Если они предупреждены, ну, во-первых, приняты ещё пара мер для того, чтобы понудить их, используя штрафные санкции. И если у нас будет любое невыполнение уже этого последнего графика, мы будем расторгаться. По словам Олега Холодова, расторгнуть контракт с ЛЕРО – это крайняя и нежелательная мера. Следом придётся объявлять новый конкурс на определение подрядчика по завершению строительства. А это пересчёт смет, новые деньги и новые сроки. Ещё одно поручение по итогам оперативного совещания глава региона дал Илье Иванкину. С 23 по 25 марта в Нарьинмаре пройдёт ежегодный семинар для руководителей образовательных организаций. В преддверии семинара губернатор округа поручил руководителю профильного департамента предоставить полную информацию о новой системе оплаты труда в образовательных учреждениях. А главное – о расходах на административно-управленческий персонал. Прошу предоставить мне информацию о базовых ставках по заработной оплате в разрезе учреждений, потому что какие-то учреждения одну приняли, какие-то другую приняли. Далее. У нас принято госзадание, и там расходы на АУП 20%. Вот по моей информации, у нас по части учреждений не то, что АУПы не сокращены, а ещё порой расходы даже увеличены на АУПы, а с низкооплачиваемых работников сняты всевозможные надбавки и стимулирующие выплаты. Поэтому в разрезе учреждений 20% расходы на АУП. И просьба, Михаил Викторович, к вам, контрольного земляного управления. Давайте начнём с проверки шестой школы, что у нас там происходит по расходам. В ходе совещаний Игорь Кошин также представил всем присутствующим нового вице-губернатора. Место Олега Белака занял теперь уже бывший руководитель управления по государственному регулированию цен и тарифов Сергей Андреянов. Хожу в курс дел, департамент функционирует. В завершении еженедельной встречи представители Департамента финансов рассказали о ситуации с доходами окружного бюджета. По информации Ольги Стрепетиловой, в окружную казну поступило 37 миллионов 600 тысяч рублей. При этом израсходовано 434 миллиона. Госдолг по-прежнему составляет 3 миллиарда 280 миллионов рублей.